МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина сегодня в выпуске. Урожай зерновых и второй хлеб. Глава Чувашии проинспектировал ход уборочных работ в хозяйствах Комсомольского и Яльчикского районов. Преступление и наказание прокуратура Новочебоксарска направила в суд уголовное дело по факту нападения на бригаду скорой помощи. Хочу учиться! Сотрудники Кооперативного института сняли забавное видео. Уборочные работы в республике близятся к завершению. Ход жатвы проинспектировал и глава Чувашии. Михаил Игнатьев посетил крупные хозяйства Комсомольского и Яльчикского районов. Подробности в следующем материале. Урожай среди передовиков. В колхозе с таким говорящим названием собрали уже свыше 4000 тонн зерновых. Благодаря научному подходу и грамотно спланированной работе можно получать большие всходы, отметил глава региона. Ведь одна из проблем южных муниципалитетов – частая засуха. Южный куст каждый год почти страдает из-за засухи. Не северный район, а южный куст. Сейчас уборочная страда в республике на финишной прямой. В колхозе урожай должны убрать и свыше 100 гектаров кукурузы. Эта культура необходима для корма коров. Царица полей заменяет комплекс витаминизированных добавок и повышает удой и молока. Цена кукурузы в количестве початков. Вот посмотрите, сколько початок. Отличный будет урожай. Радует и урожай второго хлеба. Так, в Яльчикском районе с одного гектара получают свыше 30 тонн. У картофелеводов горячая пора. Пока позволяет погода убирать поля готовы круглые сутки. Есть 500, чтобы не перестал, особенно сорт эволюши. Он испоявляется. Справитесь, нет? Справимся. Днень 9. Ночью будем работать. Днень 9-10. Днень 9-10. Вот сегодня ночью еще не запустили, потому что комбайны только зерновые вчера сводились, организаторы. Будем запускать ночью. Молодцы. Смотрят на перспективу. Перспектива за своими семенами картофеля. Их выращивают под куполом вот таких теплиц. Это опытные поля для экспериментов. Специалисты изучают вкусовые качества, устойчивость к вирусам и урожайность семян картофеля. В теплицы мини-клубни попадают прямиком из лабораторных пробирок. Это много клубневый, это сорт метеор. А есть еще рецкарин, вот гулливер, у них не так много клубней. Это разные сорта? Нет, это один и тот же. Лучшие сорта пойдут в продажу. Ключевая задача агрофирмы – замещать поставки семян картофеля из-за рубежа. Михаил Игнатьев отметил, что селекционная наука в республике шагнула далеко вперед. 300 тысяч клубней, вот в этом году, если они вырастут, посмотрите, 300 тысяч клубней. Посадили его, ну, может быть, там, с учетом потерь. 4 гектара будет. 4 гектара. И уже с каждого клубня там будет по 15-20 клубней картофеля. Один клубень 25 рублей стоит. Вот этот? Один. Один. Один клубень 25 рублей. Я имею такую цену? Минимум. И так далее. Минимум. Ярмак выводим, картофель. Там практически 10 штук. 10 штук продают за 300 рублей или за 500 рублей. Залог урожая следующего года – зимы и культуры. К пассивным работам приступили все муниципалитеты. Здесь многое зависит от того, как специалисты обрабатывают поля. В этой агрофирме даже после гибели ячменя и пшеницы весной получили высокие всходы. 32 центнера, по-моему, получили. Или 27 центнера, по-моему, зимы у нас получили. То, что осталось, мы получили 150 тонн. Глава региона проинспектировал и ход благоустройства районного центра. Сейчас в Яльчиках продолжается ремонт дорог. А по программе реализации местных инициатив в муниципалитете установили современные площадки для сбора отходов. Защитой от ветра и влаги. Власти района переняли опыт Москвы. Там же и вороны растаскивают все. И ветер разбрасывают, и собаки, и кошки. Поэтому, кто не доделал, им надо, можно даже доделать. Для жителей села продолжают создавать комфортную среду. За последние годы преобразился Центральный парк культуры и отдыха. Жителям села Яльчики не занимать в оригинальности. В благоустроенном парке районного центра установили музейный экспонат. Настоящую живую повозку. А еще конную косилку для сенной уборки. Тоже музейный экспонат, который сохранили работники одного из колхоза. Глава региона отметил, что на развитие сел в бюджете заложены многомиллионные суммы. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика. Онлайн расписание, электронный учебник и дневник образовательной цифровой среды в школах и вузах республики еще формируются. Для ее развития Чувашия получит более 520 миллионов рублей. Федеральные субсидии республика направит на внедрение целевой модели. В рамках проекта современное цифровое оборудование будет поставлено в 238 школ, техникумов и колледжей. Напомню, что сейчас студенты и школьники имеют бесплатный доступ к электронным библиотекам. В ряде учреждений запущены личные кабинеты обучающегося, где содержится полная информация об успеваемости и достижениях. Ремонт дорог 2020 в администрации Чебоксар составили предварительный перечень дорог, которые обновят в следующем году. В него вошли Эгерский бульвар, проспект Никольского, улица Ашмарина и еще шесть позиций, общая протяженность которых 15 километров. По предварительным подсчетам на ремонт этих дорог потребуется более 685 миллионов рублей. При составлении списка учитывались предложения горожан, сообщает управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар. Батыревский районный суд Чувашской республики вынес приговор в отношении бывшего главы Батыревского сельского поселения. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок 4 года с испытательным сроком на 3. Виновный не может занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Следственным отделом УФСБ и судом установлено, что фигурант дела в октябре 2014 года продал своей близкой знакомой из муниципального жилищного фонда поселения земельный участок и жилой дом с надворными постройками за 65 тысяч рублей. Ранее указанное недвижимое имущество сельским поселением было приобретено по муниципальному контракту исключительно для предоставления по договорам социального найма многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей. В результате противоправных действий районному бюджету нанесен значительный имущественный ущерб в размере более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу. Прокуратура Новочебоксарска направила в суд уголовное дело по факту нападения на бригаду скорой помощи. Напомним, инцидент произошел в конце мая в одном из дворов города Спутника. Тогда пусть медикам, приехавшим на вызов, преградила толпа подвыпивших парней. На кадрах со служебного видеорегистратора хорошо видно, как компания праздно шатающихся, очевидно нетрезвых молодых людей, разговаривают с человеком в медицинской форме. После чего один из них решает применить силу. Уложить обидчика, что называется, одной левой медработнику не составило труда. Но вот отбиться от целой толпы уже не получилось. Двоих жителей Новочебоксарска обвиняют в преступлении по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» из хулиганских побуждений. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Данное преступление виновным лицам грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Кроме того, в ходе предварительного следствия было выявлено, что один из обвиняемых, которому на момент совершения преступления исполнилось 18 лет, также совершил еще три мелких кража и один грабеж. Поэтому указанные составы преступления также легли в основу предъявленного ему обвинения. Ему также будут судить за совершение указанных преступлений. Инциденты в работе врачей неотложки случаются нередко. За прошлый год в республике на сотрудников бригад скорой было совершено 10 нападений, а в первой половине этого года уже 12. И это только те тюпы, которые только зафиксировали правоохранители. В июле Госдума России приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мер за препятствование работе скорой помощи. С новым законом все надеются, ситуация изменится. Рифат Фаткулин, Андрей Спирдонов, Республика. Сегодня глава Республики встретился с артистами чувашской эстрады. За круглым столом обсудили проблемы и перспективы развития этого направления. Далее Рифат Фаткулин. Успех или неуспех эстрадных вокалистов у публики не всегда зависит только от наличия сильного голоса. Ведь это всего лишь физиологический дар от природы, и ему нужна достойная огранка, профессиональное образование, которое есть не у каждого. Но это не единственная проблема музыкального сообщества. Возможности, вот, чувашские эстрады большие. Вот, чтобы проявлять себя, нужны площадки. Им нужна, нужна вот сцена, где заниматься, нужно помещение, где общаться. За круглым столом все вместе обозначили векторы развития. Безусловно, на решение ключевых задач понадобится время, финансы. Главное, что работа в этом направлении будет системной. 20 лет я на сцене, и первый раз за таким круглым столом. И очень приятно, конечно, радует, что они нас послушали, наши проблемы, наши трудности послушали. И вот вместе мы за круглым столом решили многие вопросы. Главной темой встречи стала подготовка к 100-летию чувашской автономии. И артисты станут главными участниками праздника. Показать неповторимый колорит республики, ее великую историю, традиции и обычаи. Миссия ответственная. Эстрадные артисты с энтузиазмом готовы включиться в дело. Вы на самом деле уже состоявшиеся артисты чувашской эстрады, есть поклонники, есть зрители. Формируете хорошее общественное мнение, сотрудничаете с общественными организациями, национальным конгрессом. Уже сейчас многие певцы думают о будущих выступлениях, прорабатывают программы, сценарии клипов, занимаются текстами и музыкой. Задачи это не простые, но время еще есть. Рифат Фадкулин, Маргарита Мельникова, Борис Андреев, Республика. В Чувашии молодым терапевтам поликлиник в качестве соцподдержки выплачивают 200 тысяч рублей. Действует и программа «Земский доктор». Однако приезжают молодые врачи работать в районы не всегда за материальной выгодой. Положи свою руку себе. Положи, положи. Смотри. Чувствуется. Почему болит и как лечить? Никита Вишневский не ограничивается выписыванием лекарств. Прием для него своеобразная мини-школа, в которой он учит пациентов осознанно подходить к лечению. Почему люди у нас в основном мучаются, ходят от врача к врачу, не знают, что к врачу-то говорить. Наслышишь какие-то таблетки, но непонятно от чего. И ты начинаешь этому пациенту объяснять, что это за болезнь, как она возникает, почему у тебя болит именно вот здесь, хотя у тебя проблемы, допустим, вот здесь, в шее. И пациент начинает уже немножко думать логически, почему нужны именно эти таблетки. И это очень хорошо. В Ядринской ЦРБ он принимает по 30 человек в день. 26-летний врач приехал сюда из Чебоксар год назад. Тогда же к нему попал Михаил Лаврентьевич. Сложнейший пациент с переломом позвоночника и ноги. Он совсем не ходил. Спустя год лечения от болезни остался лишь послеоперационный шрам. Все зажило, рубец хороший. Мне сказали сначала здесь неоперабельный. Когда пришел Никита Алексеевич, вот он посоветовался, с федеральным центром звонил туда. Потом дали квоту на операцию, на бесплатную квоту на операцию. Сказали, надо делать операцию, без операции тяжело. Но это все по совету и с помощью Никиты Алексеевича. На прием к Никите Алексеевичу приезжают со всего Ядринского района и даже соседних областей. И всех врач-травматолог принимает как добрых знакомых. Надо обязательно лечиться. Потому что скоро у тебя четвертая степень будет. Зона субхондрального стесклероза здесь имеется. То есть ты, грубо говоря, вот этим вот участком натираешь себе косточку. Истачиваешь ее, понимаешь? Моя манера общения вот на «ты» с бабушками, почему я разговариваю на «ты»? Это не потому, что я отношусь к ним очень плохо или возвышенно. Нет, я наоборот вижу, что когда я с бабушками начинаю с «ты», они начинают молодеть на глазах и красиветь. И болезнь-то и уходит. В профессию Никита Вишневский попал благодаря своему деду. Кстати, уроженцу Ядринского района. Вениамин Вишневский полвека посвятил медицине и в свое время был главным педиатром Чувашии. Когда в 9 лет я получил тяжелую травму, он профессионально меня увеличил. Да. И в тот момент я решил, что тоже стану врачом. Выбрал я вот эту больницу именно потому, что знаю, что в районах очень не хватает врачей-специалистов. В планах молодого травматолога освоить доп. специальность хирурга. Совмещать практику с наукой и продолжать помогать пациентам. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. В конце прошлого года 47 аэропортов России путем народного голосования получили имена известных людей. Международный аэропорт Чебоксары в их числе. Тогда уверенную победу в голосовании одержал наш земляк, уроженец села Шоршало, третий советский космонавт, дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации Андриан Николаев. И Чебоксарский аэропорт получил его имя. Аэропорт в ожидании серьезной модернизации. Но это не значит, что работа по переименованию не ведется. Совместно с общественной палатой Чебоксарской республики было выбрано место в здании аэровокзала, где будет размещен бюст Андриана Николаева. Изменения дизайна вывески до реконструкции не предусмотрены. Изменения не коснутся аэронавигационных карт, юридического названия управляющей организации. И в расписании по-прежнему будет написано «Чебоксары». Капитальный ремонт планируют начать в следующем году. Ожидается, что аэровокзал преобразится к 2021 году. Ориентировочная стоимость строительных работ составит 550 миллионов рублей. Основная задача реконструкции – это увеличение полезной площади аэровокзала. Это планируется сделать за счет введения в эксплуатацию второго этажа и возведения пристроя. В настоящее время идет согласование вопросов по земле. Параллельно проектная организация разрабатывает проект. В конце сентября они должны завершить эту работу. После чего проект будет проходить в госглавэкспертизу. На эту процедуру отводится не менее двух месяцев. Затем будет разработана рабочая документация. Уже после этого можно говорить о начале ремонта. В Чувашии объявили конкурс на создание афиши и плаката окружного фестиваля студенческих и школьных коллективов «Театральное Приволжье». Участвовать в нем могут дети от шести и молодые люди до 30 лет включительно. На конкурс принимаются работы, выполненные с использованием компьютерных технологий, графических программ – Photoshop, Coral и других. Афиша должна содержать информацию о фестивале, о программе регионального этапа, о спектаклях. Подробности на сайте Минкульты Республики. Грызть яблоко науки. Вчера вечером дикого кабана камеры зафиксировали во дворе Кооперативного института. Животное искало выход с закрытой территории, на которую пробралось через шлагбаум. Привлекли кабана, возможно, яблони, растущие во дворе, либо его спугнули бродячие собаки, сообщают в Минприроде Чувашии. Прийти он мог со стороны Чандрова. Это не первый случай появления парнокопытных в Чубаксарах. Буквально два дня назад, 1 сентября, целое стадо переходило дорогу за заводом Чапаева. Ведет животное в город, все же не тяга к знаниям, а поиск пропитания. Если к вам на дачный участок забрался кабан, специалисты советуют проявить осторожность и обозначить себя громким шумом или голосом, чтобы животные заметили человека и ушли сами. Такой была эта среда, а я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин